Иван Петрович Павлов был величайшим российским ученым, уступая пальму первенства только Ломоносову. Выражение собака Павлова – это про него. Именно он был первым россиянином, ставшим лауреатом Нобелевской премии. Павлов считался примерным семьянином, прожил с женой 55 лет, вместе они вырастили четверых детей. Но вот подробности его личной жизни десятилетиями были спрятаны под грифом «Секретно». Почему молодой Иван Павлов не спешил сделать предложение будущей жене? Из-за чего он так разочаровался в ней? И почему личная жизнь Нобелевского лауреата была под грифом «Секретно»? В 30-летнем возрасте Иван Петрович познакомился с будущей женой Серафимой Васильевной Корчевской, которая была на 10 лет его младше. Он работал на кафедре в медико-хирургической академии, а Серафима была слушательницей педагогических курсов. Девушка была милая, обаятельная, жизнерадостная и необыкновенно активная. Она организовывала на курсах творческие встречи с участием известных писателей. Сам Федор Михайлович Достоевский подарил девушке свою фотографию с надписью. Вот как описала сама Серафима «Литературный вечер» с участием Достоевского. Цитирую. Сознаться, что подобного душевного подъема я никогда потом не испытывала. Вот такой интересной особой была Серафима Васильевна в молодые годы. Иван Павлов тоже обладал примечательной внешностью, и не только. Со слов Серафима Васильевны. Он был хорошего роста, хорошо сложен, подвижен, очень силен, любил говорить и говорил горячо, образно и весело. У него были русые кудри, длинная русая борода. Румяное лицо, ясные голубые глаза, красные губы, совершенно детская улыбка и чудесные зубы. Про их знакомство в кругу друзей она вспоминала так. Поразил меня чей-то раскатистый смех, совершенно детский. Я подумала, что только чистая душа может так смеяться. Это смеялся Иван Петрович Павлов. Молодые люди стали встречаться и говорить, говорить до бесконечности. Их роман развивался без особого воодушевления со стороны Павлова. Для него на первом месте была наука. Путь его в науку был необычен. Выходиться из семьи священника Павлов поступил в духовную семинарию. И служить бы ему батюшкой, если бы на последнем курсе не попала ему в руки книга, рефлексы головного мозга профессора Сеченова. После этого Иван Петрович решительно оставил духовную карьеру ради естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. В те времена люди из научной среды обзаводиться семьями не спешили. В молодежной среде царили братские отношения между юношами и девушками. Образованная молодежь ценила главным образом дружбу и единство мыслей. Вот уже Серафима закончила педагогические курсы и получила диплом педагога-математика. Уставшая ждать объяснений, девушка отправилась учительствовать в деревню. Тут Павлов и всполошился. А как же без нее? Он стал часто ездить к Корчевской, несмотря на то, что у него иногда не было денег на обратную дорогу. И девушке приходилось покупать ему билет на свои деньги. Наконец Павлов сделал предложение руки и сердца. Сначала Серафима решила, что свадьбу необходимо отложить до тех пор, пока жених не станет обеспеченным человеком. Прошло время, но ничего не менялось. И девушка поняла, только тогда получится их безбедное существование, если она будет вести все финансовые дела молодого ученого. Серафима все более убеждалась, что ее возлюбленный человек огромного таланта. И она решила посвятить ему всю свою жизнь, забыв про свои собственные мечты. А ведь она с детства тайно мечтала стать актрисой и даже хотела написать роман «Русские женщины». Родители Павлова как раз тогда подобрали ему богатую невесту. Но он был непреклонен и пошел наперекор их воле. В родном городе Серафимы, Ростове-на-Дону, в мае 1881 Иван и Серафима сыграли свадьбу. Иван Петрович не привез к торжеству ни гроша, он не думал о таких мелочах. Кстати, Павлов звал всегда Серафиму Сарой, так было принято в ее семье, чтобы не путать с матерью, которую тоже звали Серафимой. Серафима Сара писала, цитирую, Во время свадьбы Иван Петрович спросил меня, о чем ты молишься? О нашем счастье. А я о твоем, сказал он. Она вспоминала, что за чудный вечер был в день нашей свадьбы. Собрались только самые близкие наши друзья. В саду в беседке устроили танцы. Музыку изображал отец Киечки, моей подруги, ударяя ножом по бутылке. А все мы привесело танцевали. Никогда не забудь мне этого вечера. И Иван Петрович всегда вспоминал о нем с удовольствием. Ее воспоминания о начале совместной жизни полны романтической возвышенностью чувств. Мы с Иваном Петровичем часто ходили по вечерам гулять на Донской бульвар. Он говорил, что мы вечно и дружно будем служить высшим интересам человеческого духа. Что наши отношения, прежде всего, во всем будут правдивы. Наше поколение было увлечено идеей служения народу. Мы считали себя должниками перед ним, и это возбуждало наш энтузиазм. Впрочем, семейная жизнь поначалу была трудной. Родители Павлова отказались помогать им материально. Квартиру снимать не было возможности. По возвращении в Петербург они поселились на казенной университетской квартире у брата Ивана Дмитрия, работавшего ассистентом у знаменитого русского химика Менделеева. Бытом стала заниматься Сара, так как муж презирал все материальное. Однажды, еще в молодости, он собрался на стажировку в Германию и там купил себе костюм, чтобы читать в нем доклад. Когда он вошел в аудиторию, зал расхохотался, ведь Иван Петрович умудрился купить костюм ярко-желтого цвета. За это немецкие коллеги прозвали его «русской канарейкой». Чтобы хоть как-то обеспечить семью, ученый вынужден был дополнительно преподавать на женских курсах фельдшериц. Эту скудную зарплату он иногда не доносил до дома, а тратил на покупку собак для опытов, принесших ему впоследствии мировую славу. Вскоре наступило разочарование, и Павлов решил уйти из лаборатории. Но Серафима Васильевна убедила мужа не делать этого и даже заняться докторской диссертацией, которая потом принесла ему не только признание в ученом мире, но и славу. В 1890-м Павлов становится профессором и переходит на работу в Институт экспериментальной медицины. Наконец, в их семейной жизни наступает материальное благополучие. Но вместе им было нелегко из-за его сложного характера. Иван Петрович был слишком прямолинейен и резок в общении. Он никак не считался с женой. Когда они выходили на пешую прогулку, бедной Саре приходилось бегать за супругом, который, по ее словам, ходил так быстро, что обгонял извозчиков. Однажды из-за такой пробежки она потеряла ребенка. Драму они переживали вместе. Потом на протяжении девяти лет у них родилось пятеро детей. Старший сын прожил совсем мало. Но остальных четверых детей супруги Павловы вырастили с любовью и обожанием. Подводя итогах совместной жизни, Иван Петрович написал. Искал в товарище жизни только хорошего человека. И нашел его в моей жене, Саре Васильевне. Впрочем, прочие чувства угасли. И незаметно супруги отдалились друг от друга. Жену ужасали эксперименты Ивана Петровича. Она требовала от мужа прекратить противные богу исследования, говоря про его опыты с животными. А для Павлова любовь к женщине и любовь к науке были неразделимы. Однажды, придя домой после какого-то особенно удачного доклада, Иван Петрович стал возбужденно рассказывать о нем сидевшей в кресле супруги. И вдруг заметил, что она спит. Вот с этого времени он ее и разлюбил. В 1912-м он встретил женщину, в которой эти две любви соединились воедино. Начался роман, который тянулся долгих 25 лет, до самой смерти академика. Когда они встретились, ей было 37, а ему 62. Он переживал вторую молодость. Здоровье его было превосходным. Каждый день он полчаса делал гимнастику, обливался ледяной водой и везде ходил пешком. Он даже возглавил общество врачей, любителей физических упражнений и велосипедной езды. До 70 лет Павлов не знал усталости. В 1912-м Мария Капитоновна Петрова стала работать в его лаборатории. Это была пышащая здоровьем, обаятельная и жизнерадостная женщина. И сразила его в самое сердце при первой встрече. Она оказалась воплощением его идеала. Высокая, статная, румянец во всю щеку. Настоящая богиня плодородия. Академик был так поражен статью и ловкостью Петровой, что в шутку предложил побороться. Оставшись наедине, легко уложил ее на лопатки и предложил ей поцеловаться. Однажды он позвал Марию вместе пройтись после работы. Они шли по проезжей части. На тротуарах эти два скорохода мешали пешеходам. И здесь она оказалась достойной спутницей. Вскоре такие прогулки стали постоянными. Поползли разговоры. Затем Петрова получила оскорбительное письмо и собралась уходить. Вернувшийся с отдыха Павлов обрадовался, что она не ушла и предложил закрепить примирение поцелуем. И вложил в свой поцелуй столько страсти, что Мария ответила тем же. Вскоре они стали близки. Иван Петрович был твердо уверен. Не надо стесняться чувств, если это истинная любовь к делу и друг к другу. В такой любви, мол, не может быть пресыщения. Правда, когда Маша в любовном чудо отдалилась от науки, он разъяснил ей, что без научного единения любовь теряет смысл. Ведь любовь должна помогать науке. Павлов писал. «Всякое дело не идет без настоящей страсти и любви». Для него это была самая настоящая запоздалая любовь. Конечно, все узнала и Серафима Васильевна. Как-то на Рождество, устраивая гостей за столом, она усадила их рядом. Возле тарелки каждого гостя лежала круженная салфетка, а под ней открытка с подходящим к случаю за речением. Мария взяла открытку и прочла остроумную колкость, которую супруга Павлова позволила себе всего один раз. «И кому какое дело, что кума с кумом сидела?» было написано там. Жена вынужденно терпела ее присутствие. Понятно, что дети Павловых относились к ней с неприязнью, а единственная дочь, Вера, называла ее «эта женщина». Она скончалась в 48-м. Еще при жизни академика Петрова призналась Павлову. «Я хочу написать о нас всю правду», на что тот сказал. «Я не хотел бы доставлять кому бы то ни было боль. Пиши, но публикация этой истории возможна лишь после смерти моей жены». Она подумала и добавила. «И после моей смерти». Если вам было интересно, подписывайтесь и не забудьте нажать на звоночек уведомлений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!